Всем привет, друзья, меня зовут Никита. Сегодня ровно 50 лет с того момента, как запустилась компания Vance. Именно поэтому мы сейчас расскажем об ее истории. История компании Vance начинается с личности Пола Ван Дорена, который родился в 1930 году и вырос на окраинах Бостона. Пол бросил школу в восьмом классе, он увлекся лошадиными бегами. Однако мать не была довольна ходом событий и повела его работать на завод по производству обуви Рэндис, место, где она сама трудилась. Надо сказать, что для Пола это стало переломным моментом в жизни, так как спустя 20 лет он сделал блестящую карьеру в этой компании, став ее вице-президентом. В начале 60-х годов Рэндис была третьей по величине компании, производящей обувь в Америке. Но они имели убыточный завод на западном побережье в Гарден-Вейле, Калифорния. Именно туда отправили Пола, его брата Джима и их кореша Гордона Ли для того, чтобы навести порядок и вывести производство в плюс. Для этого им понадобилось всего 8 месяцев, после чего калифорнийское подразделение обогнало бостонское. Именно этот опыт навел Пола на мысль о создании собственной компании. Итак, в 1966 году Пол, его брат Джим, Гордон Ли и их друг из Японии Серж Де Ли запустили фабрику под названием Вандоррен Раббер Компани. Строительство фабрики заняло у них год. На тот момент все было намного сложнее, поэтому производственную технику скупали по всей Америке. В США было всего 3 компании, производящие вулканизированные обуви. Это Рэндис, Кедс и Коннорс. И в 1966 году к ним прибавились Вэнс. Спустя пару недель Вандоррен Раббер Компани открыли свой первый магазин в Хостомесо, Калифорния, там где и жила вся семья Вандорренов. Практически с самого начала работы Вэнс предлагали услуги по пошиву кастомной обуви. То есть клиент мог выбрать номерную модель в любом цвете. В то время кеды не имели названий, они просто были пронумерованы. Пара женской обуви на тот момент стоила 2.29, а мужской 4.49 долларов. Вэнс также выпускали кеды для католических школ, где школьникам приходилось носить форму. Они делали кеды в тех же цветах. Кроме этого, большой частью их бизнеса было обеспечение обуви черлидовских команд. Интересная история стоит за самой известной моделью Вэнс номер 44. Сейчас ее называют Authentic. Тогда у Пола совсем не было денег на рекламу, и он решил пойти другим путем. Поставить подошву в двое толщих конкурентов и использовать самый прочный материал для верха. Тем самым получились простые и неубиваемые кеды. Намного более долговечные по сравнению с конкурентами. У компании был слоган «Расскажи друзьям о Вэнс». Сын Пола Стив с братьями и сестрами бегали и раздавали рекламные флайеры. Первые 10 недель работы открылось 10 розничных точек по продаже Вэнс. А спустя менее чем полтора года их уже было 50. Постепенно скейтеры стали постоянными гостями магазинов «Ван Доран Раббер», так как кеды хорошо себя проявляли в катании. Они были стойкими к изнашиванию о шкурку скейтборда и к тому же стоили недорого. Скейтеры Тони Альва и Стесси Перальта хотели сделать Вэнс на заказ, изготовить собственные дизайны. Так и появилась линия «Озе Уолл». Она поступила в продажу 18 марта 1976 года. А в 1977 году в компании появился первый тим-менеджер, который следил за тем, чтобы стильные и крутые скейтеры носили Вэнс. В конце 70-х сын Пола Стив, еще учащаясь в школе, заметил, что дети разукрашивают бока обуви в шахматную текстуру. Вэнс быстро подхватили идею и выпустили такую расцветку с липонов. В то время Вэнс дружили с пиар-менеджером Бетти Митчелл. Внезапно компания Universal обратилась к Бетти с просьбой подобрать обувь для героя нового фильма Fast Times at Ridgemont High. Ничего не сообщая своим друзьям из Вэнс, Бетти порекомендовала Universal шахматные слепоны. Студии понравились кеды, и они не только попали в фильм, но и стали частью рекламного постера фильма, где главную роль сыграл Шон Пэн. «Это было магией, потому что мы продали миллионы пар», вспоминает Стив. Отец не хотел, чтобы еще где-то, кроме Калифорнии, продавались Вэнс, но теперь у него просто не было выбора, потому что эти кеды хотели купить по всему миру. Спустя много лет Стив встретился с Шоном Пэном на съемках фильма «Доктаун» и сказал ему большое спасибо за то, что он сделал жизнь Вэнс проще. Вэнс продолжали эксперименты с цветами для того, чтобы обновлять свои коллекции. Это все, что у них оставалось, так как они не располагали технологиями, как, например, Найки. Вэнс использовали интересный метод. Они просили детей нарисовать то, что они хотели бы получить от них. Какие именно расцветки? По итогам лучшую работу награждали семейной путевкой в Диснейленд. Таким образом, они делали опрос потенциального клиента и в итоге на основе опроса выпускали правильную продукцию, которая логично пользовалась спросом. В начале 80-х на волне хайпа после ошеломительного успеха слепонов Вэнс решили расширить направление своей деятельности, добавив обувь для баскетбола, футбола, бега, тенниса, борьбы и баригданса. На этом наставил брат Пола Джим, который на тот момент был президентом компании. Сам Пол всегда был против этой идеи. В итоге они потратили большие деньги на передел производства, но обувь не продавалась. У них попросту не получилось конкурировать с Найки, Адидас и Пума. Компания оказалась в больших долгах и объявила себя банкротом. После судебных разбирательств Джима отстранили от дел, а Пол был вынужден продать недвижимость, которую он обладал для того, чтобы погасить долги. В конце 80-х годов Вэнс предлагает купить за 75 миллионов долларов. Пол выражает согласие, так как в то время он уже находился на пенсии. Однако сделка срывается из-за мирового обрушения рынка в 1987 году. Через год компанию Вэнс все-таки продали компанию Макконвент-Деллиот за 60 миллионов долларов и часть акций общей стоимостью 15 миллионов. Спустя время Пол был недоволен тем, куда компания после этого сменила курс. Они стали уделять больше внимания маркетингу, не достигнув максимальной эффективности в производственном процессе. В 90-х к Вэнс обратился Кевин Лиммон с предложением организовать совместный тур в Арбет. К словам Стива, это было лучшее, что когда-либо делали Вэнс. Ведь основной потребитель Вэнс – это тинейджер. А что делает школьник или студент, прежде чем у него появляется автомобиль или девушка? Он катается на скейте, серфе, в велике и слушает альтернативную музыку. Первый Вэнс в Арбет тур состоялся в 95-м году и собрал 11 тысяч гостей. Вэнс также купили контест Triple Crown of Surfing и стали проводить его под своим именем. Затем стали внедряться в сноубордическую среду, подключать BMX, вейкбординг и так далее. В 2000-х Вэнс возвращает в производство свои ретро-модели. Это абсолютно правильное решение. Это именно то, чего ждали потребители. Люди говорили, это именно те Вэнсы, по которым я так скучал, которые я так любил. Красота и история бренда Вэнс заключается в том, что семья Ван Доренов до сих пор принимает участие в руководстве. Хоть это и принадлежит VF Corporation, определенной должностью занимает семья Ван Доренов. И это очень редкий случай, когда такое происходит. Мне очень нравится, что компания Вэнс занимается развитием экстремальных видов спорта, поддерживает музыку и визуальное искусство. Я желаю компании долголетия и хороших проектов. Большое спасибо за просмотр этого ролика. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, ставьте лайки. Если не будете ставить...